Благословен Ты Господь Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам Свою Тору. Шемешуа Машхейну Амейн. Итак, на этой неделе мы будем читать книгу Левит, продолжать чтение книги Левит, 14 глава. В общем-то, история про прокаженных, я думаю, не совсем приятная. Или как? Вам нравится эта болезнь? Вы с ней встречались? Вообще книга Левит достаточно сложная, и я знаю, что немногие люди ее любят и стараются побыстрее ее прочитать, если вы читаете Библию подряд. И эта глава начинается словами, я сказал Господь Маше, говоря, вот закон о прокаженном, когда надо его очистить. Здесь удивительная часть встречается, она касается очищения. Если в той главе мы читали, что происходило и как человека объявляли нечистым, то эта глава начинается с того, что что нужно сделать, когда нужно его очистить. И понятия чистоты и святости, они неразрывно связаны вообще с Творцом. Когда мы смотрим на эти понятия, нам становится вообще не все ясно. Ну, во всяком случае, мне. Когда я размышляю над этим, я понимаю, что тут вопрос не гигиены. Да? И по идее верующие Нового Завета должны хранить чистоту и святость. Всегда ли у нас это получается? И я не буду вас мучить вопросами, я обычно это же делаю, да? В этот раз я не буду этого делать. Я просто скажу, что есть разница между чистотой и святостью. Чистота – это то, чего человек не может достигнуть самостоятельно. Ему нужно прийти к тому, кто очистит. Святость – это та часть, которую должен делать человек, отделив себя от всего. И храняя себя в таком состоянии. Когда он оступается и теряет чистоту, он должен прийти к тому, кто очищает. Аминь? Вы часто стираете вещи? А откуда вы знаете, что их пора стирать? Грязные. Ну, то есть посмотрели. Я, ну, как бы знаю о том, что некоторые люди говорят, уже пахнет. Обычно сестры братьям намекают, что уже пора. А братья как-то не реагируют. Это как в том анекдоте, когда Циля с Изи шли в театр. Она говорит, слушай, я же тебя просила, поменяй носки. Говорит, Цилечка, я поменял. Она идет, ну, скажи правду, ну, ты поменял носки? Говорит, ну, да, да, я поменял. Ну, она идет, ну, это же невыносимо. Говорит, ну, послушай, ну, скажи уже правду. Говорит, ну, слушай, я вот взял, я знал, что ты не поверишь, я их взял с собой. Вот они. Уже иногда пахнет, уже иногда пора, но мы еще стараемся, что делать? Взять с собой. Взять с собой, немного пронести. И вы знаете, я вам расскажу такой секрет. Ну, может, сестры, я не знаю, у них как-то это по-другому происходит. Вот вроде рубаха недолго одевал, так глянул на воротнюку. Еще можно. Мы миримся с нечистотой. Но он не мирится с нечистотой. Ничто нечистое не может войти в его присутствие. И когда мы видим, что нечистота пришла в нашу жизнь, нам лучше идти к тому, кто очищает. Аминь. И читая этот отрывок, этот отрывок, вы знаете, я вспомнил одно место в Новом Завете. Это Луки, 4 глава. Там была история тоже связанная, знаете, с прокаженными. Когда Ишуа, он приходит в Синагогу. И я буду читать 17 стиха. И подали ему книгу пророка Исаия. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенным сердце. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, отдал служителю, сел. И глаза всех в Синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им. Ныне исполнилось Писание Сея, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосиф, а у меня это сын. Все сделали что? Засвидетельствовали. И они дивились словам благодати. Вы представляете, какая атмосфера была вообще в той Синагоге? То, чего ждали евреи на протяжении многих столетий. Он говорит, ныне исполнилось сие Писание. И все засвидетельствовали ему. Они все согласились с этим, сказали, да, оно сегодня исполнилось. Удивительный момент вообще, да? И дальше мы читаем. Он сказал им, конечно, вы скажете мне, при слове врач, исцели самого себя. Сделай здесь в твоем Отечестве то, что вы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Ильи, а только вдове к Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисей. И ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. По-моему, атмосфера слегка поменялась. Только что люди были умиленные сердцем. И эти же люди после каких-то, честно говоря, не совсем понятных слов, они приходят в какое состояние? Ярости. Никогда не пытались объяснить кому-то из неверующих, что там произошло? Ну, что-то сказал? И атмосфера поменялась, и поменялась не в лучшую сторону. И, в общем-то, мы знаем эту историю про Илью. Знаем или нет? Но если были бы претензии, то они должны были быть к Илье. Но он же что-то сделал, правильно? Но к Илье были претензии? Нет. Дальше мы читаем про Елисея, который очистил Неймана. Ну, он все сделал неправильно. Знаете, что он все сделал неправильно. Ну, читая 14 главу, мы видим, что нужно было сделать для того, чтобы очиститься. Так он вообще этого не сделал. Он не вышел, не посмотрел. Ну, там священник должен насмотреть был. Выходил он? Я говорю, да, пускай идет, окунется. Ну, и вообще это могло возмутить, и можно было прийти и сказать, вообще, что ты себе позволяешь, Елисея? Как ты вообще? Ну, не по закону, но кто-то пришел к нему, предъявлял ему какие-то претензии. Ну, с Елисеем было лучше не связываться, он такое делал, что, ну, лучше ему было претензии не предъявлять. Здесь Ешуа, он вспоминает эти истории и обижается на него за то, что он их вспомнил. Странно, да? Немножко странно, нет? В ответ тишина. Вы пытаетесь понять, о чем я? К чему это? То есть, ну, как-то мужик начал из левитов, плавно перелез в луки с носками, и теперь какое-то имеет отношение ко мне сегодня. Жуткая история. Я вам скажу. Про носки я вспомнил еще. Вся эта история сводится к следующему. Ну, я остановлюсь на части все-таки прокаженных. И я скажу такую вещь. Никто в Израиле не хотел прийти к священнику. И даже проказа не вела их туда. Потому что, читая закон о прокаженных, вы видите, все, что нужно было сделать для того, чтобы очиститься, это прийти и показаться к священнику. И он говорил, что делать. И это было чудо, потому что наступало безусловное исцеление. И еще он говорит, послушайте, даже проказа не привела вас к Богу. Даже в проказе вы не начали его искать. И сегодня я говорю о том, что когда вы видите нечистоту, не ожидайте проказа. Идите к тому, кто очищает. Не миритесь с той нечистотой, которая есть в жизни. Идите к тому, кто очищает. И сегодня он очищает точно так же, как очищал тогда. Ведь грех он оскверняет. Грех это то, что отделяет от Бога. Если вы посмотрите недельный комментарий, который есть на Ишуа Орх, прошлогодний комментарий Валентина, этот комментарий этого года, который делал Саша, вы узнаете, что проказы это то, что выводило человека за стан. То, что отделяло человека от всего общества. Ну, послушайте, сегодня грех делает то же самое. Сегодня грех он отделяет от этого общества. Когда грех явен, узнан, людей берут на замечание, людей отлучают от церкви. Их изгоняет это общество, потому что оно говорит, либо ты очистишься и придешь. Приди, очистись и будь с нами. Или мы тебя не можем терпеть среди нас, потому что ты прокаженный. Потому что грех он отделил тебя, и тебе нужно выйти из общества. Или прийти, покаяться, освободиться и восстановиться. Аминь. Так что вот такая непонятная книга Левит. Но это работают до сегодняшнего дня. Принципы отделения, они работают до сегодняшнего дня. Точно так же, как принципы очищения и восстановления. И все, что нужно человеку, это прийти к тому, кто очищает. Осознать свой грех, исповедовать его и получить очищение. Аминь. Пусть Бог благословит вас.